Довольно интересное местечко. Я здесь не часто бываю, но иногда приходится так прогуляться. База Кречет была заброшена где-то в году 2010-2011, ну это примерно. Само место легендарное, поскольку здесь есть горячие источники, и они целебные. Чудеса этого места меня не перестают удивлять. Вот Витя, вон источник, вот человек с факом, сейчас нырнёт, наверное. Полт вынесу что-то? Да она более-менее сухая. Более-менее. Ты прогрел? Нет. О, а тут кровати есть. А что мы на полу спали? Классно. Классно, классно. Ну, короче, такое вот место заброшенное. Хорошо. Хорошо. Интересная предыстория этого места есть. Как его открыли, как его нашли. Это получилось благодаря казакам, которые осваивали Камчатку. Я, честно, не представляю, как здесь на лошадях они в то время шли, потому что здесь всё было заросшее. Это мухи, комары, это постоянные дожди, ну, задница полная, в принципе, как всегда. С ними был в отряде один священник. В общем, он заболел и был в предсмертном состоянии. Его решили всё-таки оставить на горячих стончиках, которые они случайно нашли по мере продвижения, да, в центральную Камчатку с юга на север. Оказалось, что вода целебная и, в общем, воздействует очень неплохо на весь организм в целом. То есть священник вылечился и остался живой. Чистая голова, кайф, ни хрена не будет чесаться. А тут мы входим в комнату и тут, вау, тут буржуйка. Охеренно, очень нравится. Тут лавочки мои висят, ботиночки сушатся, вообще кайф. Сейчас ещё сандалии сюда кину, и они тоже будут сухие-сухие. Вот такое чувство, что сейчас тут всё расплавится. Ё-о-о. То есть попасть сюда можно несколькими путями. Вертолётом, это раз самый удобный путь, довольно самый интересный, наверное, самый быстрый, поскольку обозреваешь с вертолётом вообще всё-всё-всё, что находится вокруг. Также можно проехать на машине на 66-м, на суперподготовленном каком-то джипе. И третий вариант – это на конях. По пойме реки это жестковато, потому что в этой заднице ковыряться. В течение трёх дней шагать 80 километров по ручьям, по болотам, кормить комаров, мух – это не очень приятно. Доброе утро. А ты в курсе, что тут кровать есть? Да, да. Класс. А что вы думали, сразу вам, понимаете ли, комфорт? Нет, на полу, все спят, все. А ты в курсе, что ты сегодня дежурный, а я за тебя кашу делаю? Ага. В курсе вообще? Ну я понял, что мы сегодня-завтра уже ещё дежурим. А ты сказал подъём в 10 часов, ещё 10 нету. Мало, что я сказал, это так было. Жизнь происходит иначе. Истинка была. Господь принёс мне кофе. Не плохо, с пардоманом надо запустили. Ха-ха-ха, товарищи. Домик. Ваня, а что это за дом? Ну это одиннадцатый кордон. То есть его построили примерно лет 12-15 назад. Всем-всем скопом. То есть народ с раздольного, ребята с южных или северных коряг сюда специально приезжали. Я не знаю, как они это забрасывали, наверное, на вертолёте. И строили этот домик всей грядкой просто. А ты тут заброску оставляешь? Я не знаю, я один раз оставил, пожалел. Все пришли, какие-то грядки собирали. Ты же, короче, ну ничего не помогает. Нужно оставлять домик, 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 или там, или за. На больших, короче. Мы вообще не слышали. И вот там нормально, в хране свободны. А здесь бесполезно. Все растаскивают. Да, я в кассире подраку не запускаю. Сейчас, что-то, ну ладно, бывает. А, нам нужно журнал, кстати, заполнить. Потому что хотели написать. То есть буржуйк с камнями. А вот журнал. Напишем, кто мы, что мы. И за счет. Уходить не хочется. А мы пойдем. Погнали отсюда. А, давай, не нужна. Да. Ну что, брая. Ну он у нас вкус неплохой, что ли. Он чили с картошкой. Чили с картошкой. Кто сюда придет, того ждет картофан. Одна штука. И чили. Чувак. Идем. Мы дежурим. Уже 6.34. Через 25 минут должен будет какой-то завтрак. Криво завтрак. Дядя Сереж. Ты просил тебя разбудить. Завтрак, что ли, готовить? Да. Ну давай, поготовим немножко. Что-то тут не попилило. А, ну одно юбилейное. Ничего не велье. Это даже очень... Ты не будешь есть эту кашу. Она тебе не понравилась. Ну какая гадость. Ну какая гадость. Какая невкусная гадость. Дайте еще. Сереж. Сереж вот сюда. Ну да. До свидания. Саня, ты жив. Далеко и надолго. О-оо... О-о-о... О-о-о-о... О-о-о... Субтитры сделал DimaTorzok